Этого странного американца интересовало искусство, которое было запрещено в Советском Союзе. Профессор экономики Нортон Додж с начала 60-х годов стал собирать работы нон-конформистов, отражающие весь спектр неугодных советскому официозу художественных стилей, направлений и тем. Что делает это нон-конформистское искусство столь интересным, это то, что оно не просто эстетически привлекательно. У него есть послание. Нортон Додж, про него говорили, что он был оптовым коллекционером, потому что у него была миссия спасти как можно больше запрещенного искусства и для мира, для будущего. И поэтому, собственно, мы оказались здесь сейчас, в Радгерсе, с коллекцией, которая фактически энциклопедическая, и включает не только известные теперь уже имена, как, например, Кабаков, Булатов, но и имена, которые неизвестны совсем. В 1991 году Нортон Додж и его жена Нэнси подарили около 4000 работ из своей коллекции музею Зиммерли при университете Радгерс в штате Нью-Джерси. Теперь вдова Доджа решила передать музею и остальные картины, скульптуры, фотографии, фильмы, графику, инсталляции и книги. Это крупнейший благотворительный дар, когда-либо полученный университетом Радгерс. Вместе с грантом на составление каталога и сохранение коллекции он составляет около 35 миллионов долларов. Мы получили около 15 тысяч произведений искусства и около 70 тысяч архивных материалов. Это самая большая, самая богатая, самая полная в мире коллекция советского нон-конформистского искусства. В собрании, в частности, представлены художники Леонозовской группы, которые одними из первых попытались определить для себя само понятие неофициального искусства в Советском Союзе. В 1958 году, всего лишь пять лет после смерти Сталина, Оскар Рабин открыл двери своей комнаты в бараке в поселке Леонозово всем, кто хотел прийти и посмотреть его искусство и искусство его друзей. Художники Леонозовской группы принадлежали самым разным направлениям. Просто они хотели делать что-то свое, что-то непродиктованное правительством. В коллекции доджа работы эротического и религиозного содержания, а также абстрактные, сюрреалистические и концептуальные произведения. Пожалуй, большую часть составляют работы, отражающие негативные стороны советского общества и содержащие его критику, зачастую передаваемую с помощью иронии. Ирония – это один из способов приручить действительную ситуацию и как-то сделать пространство пригодным для жизни. На ситуацию, в которой ты находишься, пригодным для существования и найти какие-то для себя выходы из нее. Директор музея Томас Соколовский считает, что работы советских нон-конформистов актуальны и сегодня. Искусство может быть прекрасным визуальным вектором, который позволяет нам лучше понять людей. Эти работы были созданы умными художниками, которые владели языком образов. Глядя на них, мы можем увидеть самих себя с нашими тревогами и заботами. Сейчас музей Зиммерли ведет переговоры о создании совместно с Московским музеем современного искусства «Гараж» и библиотекой Бременского университета в Германии консорциума, который займется оцифровыванием уникальной коллекции, собранной Нортоном и Нэнси Додж. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время. Из Нью-Джерси.